Горбачёв не сдержал слёз. Документальная книга о Болтайе. Женщины и вожди затрагивают судьбы многих. Для потомков Пушкина, Лермонтова и Блока она тоже дорога. Почему, расскажет её автор Анатолий Степанович Муравлёв. Сегодня он наш гость. Расскажите, что довело до слёз президента СССР? Да. Имеется в виду бывший президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв. Дело было в 2019 году. Бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков написал книгу, рукопись книги «Сияющий Алтай» о его поездках с друзьями по алтайским горам на лошадях. Он попросил меня отредактировать её. Книга вышла, презентация в Барнауле. Спустились в кафе. Сидим. Он спрашивает, над чем работаешь, Степаныч? Я говорю, да вот книгу очередную завершил. О чём? Я говорю, книга будет называться «Неизвестный Алтай. Женщины и вожди». В этой книге я рассказываю о людях, судьбы которых связаны с Алтаем. Это родственники Александра и Натальи Пушкиных, Михаила Лермонтова, Александра Блока, Владимира Арсеньева, Александра Беляева, жены руководителей страны Михаила Горбачёва и прочих. Одна из героинь – это тёща Ленина, которая родилась в Барнауле. Так ли это? Да, да, да. Ну, давайте с Горбачёвым сначала закончим. В разных источниках упоминается, что она родилась либо в городе Рубцовске, либо в селе Веселоярск Рубцовского района. И для меня, как мне кажется, ни один исследователь так точку в этом вопросе не поставил. «Я нашёл двоюродную сестру Раис Максимовны в селе Веселоярск, пожилая женщина, за 80 далеко. Спрашиваю у неё, так всё-таки где родилась Раиса Максимовна?» А Наталья Николаевна говорит, «Ты что, не знаешь, где дядя Максим работал?» Я говорю, «Знаю». Он был железнодорожным работником, который строил железную дорогу от Рубцовска до Ускаменогорска и Ридера, Лениногорск позднее. Вот. И вот там она и родилась, говорит он. Я говорю, «Где там-то?» «Ну, в казарме!» Я говорю, «Не понял, в какой ещё казарме?» «Чего не знаешь, что такое казарма?» Я говорю, «Ну так догадываюсь, что это железнодорожный разъезд, поскольку он железнодорожный рабочий». Ну, верно, ты говоришь. Потом железнодорогу построили в этом месте и передвинулись туда, в Ускаменогорск, и больше я её никогда не видел и не переписывалась. К сожалению, она нам ничем, по крайней мере, в Веселоярску не помогла. Вот весь сюжет связан с ней. То есть, так, первая леди страны. Первая леди страны. Вот. А Рыжков мне говорит, «Слушай, 2 марта, это буквально через несколько дней, у Горбачёва будет день рождения. Я приглашён, говорит он». «Ага, давай мы ему подарим эту книгу». Я говорю, «Да книги-то ещё нет, это рукопись. Ты мне пришли, этот очерк?» Я его распечатаю и познакомлю Михаила Сергеевича, его гостей, вот с этим сюжетом. Так и получилось. Звонит мне через несколько дней, говорит, 2 марта, говорит, «Ну что, я тебя хочу поздравить». Михаил Сергеевич плакал. Я говорю, «Что?» «Ну, ты же знаешь, он очень любил Раису Максимовну, и для него это очень ценная информация. Действительно, они не знали». И он утверждает, что они не знали, где она всё-таки правильно родилась. Звонит помощница, женщина, говорит, «Вы такой-то, такой-то, да. А что, книжку-то можете прислать?» Я говорю, «Да ещё пока не готова, но я через Рыжкова передам, как появится в течение там нескольких недель, там 2-3 недели». Она уже в типографии. «Хорошо». Михаил Сергеевич хотел с вами поговорить. И вот я засёк по часам, по скайпу мы разговаривали, мы 18 минут говорили. Он, естественно, разговаривал на «ты», как со всеми, но я и помоложе его, конечно. Напомнил ему, что он трижды на Алтае был. Я однажды его сопровождал. Он был депутатом Верховного Совета РСФСР по Центральному округу. И помню, был в совхозе Барнаульский, это вот в пригороде Барнаула. Там очень интересная история. Во время посещения там директором был Владимир Штаба. И у него была ферма норок там и всяких таких вот животных, да, из которых шили шапки. И у него, у Горбачёва загорелись глаза на одну шапку. И мы её видели, эту шапку, позже, да. А Аксёнов, первый секретарь тогдашний, толкает штабу и говорит, дари, дари, дари. И я говорю, дарю ему шапку, он померил, очень хорошо всё подошло. Тут свита вся, конечно, там это самое. Это правда, что в вашей книге есть и история про тёщу Ленина? Да, да, да. Она правда родилась в Барнауле? Её отец Василий Иванович Тистров был первым директором Алтайского государственного краеведческого музея. Василий совмещал, конечно. Тогда ещё не было этой освобождённой должности. Он горный офицер, он работал в Сузуне, он работал в Павловске, он, по-моему, в Миногорске работал и в Барнауле. У тёщи и зятей были самые тесные взаимоотношения, поскольку она курила. Ленин, естественно, не курил и её гонял попросту, идти на улицу, кури. Но это не Сибирь была, всё-таки большую часть жизни они за рубежом прожили. Сохранились всякие воспоминания, подробности не хочу рассказывать. Но, например, Ленин вообще в бытовых делах вообще ничего не понимал. Просто. А такой маленький эпизодик. Ничего так, когда они женились в Шушенском с Надеждой Константиновной, они сами, две женщины в доме, они сами ничего не варили, ничего не готовили, не убирались. Они наняли 14-летнюю девочку, то есть эксплуатировали несовершеннолетнюю. Она им варила, она всё ухаживала за этой семьёй. Ну, такие вот нравы у дворян были, да. Хорошо. А как родственники Лермонтова, Пушкина и Блока оказались на Алтае? Пу, значит, с Лермонтова начнём, да. Был такой губернатор, если сегодняшним языком говорить, Алтая. Тогда это называлось главный начальник Колываново-Воскресенских заводов. Нет, уже Алтайских заводов. Поскольку это было самое начало 19-го, 20-го века. Вот. Иван Ульрих, его жена Варвара доводилась четвероюродной племянницей Михаилу Лермонтову. То есть это далёкие родственники зачастую? Ну, тогда роднились. Это сейчас мы уже двоюродных кое-кто не знает, да. Тогда роднились. Тогда это очень ценно было, да. Вот. Блок. Блок – такая же история. Губернатором, то есть руководителем Алтая, был Адам Кубритский-Пиатух, доводился родным дядей. Не он, его жена. А жена была дочкой ректора Московского государственного университета. Блок называл его дядя Адася. Вот. И самый интересный, сохранилась переписка, я её нашёл, я читал, о том, как его двоюродные братья, дети Адася, приглашали его на Алтай, и он совсем собрался туда, сюда приехать. Но тут случилась свадьба с Менделеевой, на которой он женился, и… Так и не получилось. Так и не сложилось. С Пушкиным интересная история. После смерти Александра Сергеевича Наталья Николаевна 4 года Пушкина не выходила замужем с четырьмя детьми, маялась одна. Ну, она дворянка, понятно, там были прислуга и прочее. Потом, спустя несколько лет, она вышла замуж за Ланского генерала. И от него имела ещё несколько детей. Так вот, прямая родственница, прямая потомок детей Ланского проживает в Бурле. Ничего себе! Да. И в Новоалтайске. А она знает об этом вообще? Она знает. Я ей отвозил книгу, дарил, да. С ней общался много, да. Вот. Их… Фамилия у них Сапа. Сапа. Отец был редактором районной газеты, я его тоже знал. Сегодня на Ютубе выходит много интервью. Выпускают их и Дути, и Гордеева. И с чем связан мой вопрос? Они создают масштабные интервью, буквально раскрывают героя. Да, задают ему вопросы, и человек сам о себе рассказывает. Но можно ли их назвать биографами? Ведь тоже же рассказывают историю. Наверное, можно. Но это не мой формат. Мне это не очень интересно, как они работают. Понимаете, все звезды, которые у нас есть, я лично абсолютное большинство из них не считаю звездами. Это люди из какой-то светской тусовки. Гим, это интересно. Мне это совершенно неинтересно. Мне интересны люди самостоятельно мыслящие, люди, принесшие пользу стране. Ну, а это какая-то тусовка. Мне это неинтересно абсолютно. Что бы вы хотели бы посоветовать нашим зрителям, прочесть в первую очередь? Да хотя бы просто читать. Кроме Муму, который в каком-то детском возрасте прочитали. Но стыдобно ведь иногда с солидными людьми, учеными разговариваешь. А он вообще не знаком с творчеством, например. Ладно уж алтайских писателей. Даже страны нашей вообще не знаком с современной литературой. Вообще ни в какие ворота. Уж я не говорю про самую читающую страну бывшую. Чего так? Почему так произошло? Ну, рано или поздно будет это востребовано. Я в этом убежден. И я работаю потому, ежегодно выпускаю одну, две, три, а то и пять книг. Вот уже у меня 50 книг. Вот. Я думаю, что наше время придет. Оно близко. Я благодарю вас за интервью. Спасибо. А я напомню, что в гостях у нас был журналист и автор книги «Вожди и женщины» Анатолий Степанович Муравлев. А поговорили мы с ним в День биографа.